Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку. Сегодня хочу вам рассказать о доме на набережной Кутузова 8. Петербург построен был в 1774-1775 годах кровельным мастером Францем Осиповичем Егерером, которым отвели это поросшее место. Первое упоминание о доме встречается в Санкт-Петербургских ведомостях за 1777 год. В 1783 году дом приобретает фрейлина Екатерина Анна Степановна Протасова, очень известная ей личность, двоюродная племянница братьев Орлов, выполнявшая некие интимные, я бы сказал, поручения императрицы, такие щекотливые миссии. В ее обязанности входило устраивать пробные испытания претендентом на должность фаворита. Но она и успешно с этим справлялась. Вместе с Протасовой проживали пять ее племянниц, дочери покойного брата, которых она воспитывала. Их, в общем, устроили для них достаточно хорошие партии. Кроме собственных племянниц, на ее печенье находились также две побочные дочери Григория Орлова и Екатерины Второй, девицы Алексеевны. Вот наиболее известная из племянниц Протасова Екатерина Петровна вышла замуж за будущего московского главнокомандующего Федора Васильевича Ростопчина. Принял католичество, которое усклонило свою дочь. Кстати, она умерла в 18 лет от роду. После этого отношения супругов испортились, и Ростопчина стала вести уединенной и замкнутой образ жизни. Редко показывалась в свете. Я пользуюсь замечательной книгой Иванова «Дома и люди» с сайтом в сети Волф и различными другими интернет-ресурсами, которые я нашел. Вот так описывает Екатерина Петровна. Графиня была очень нехороша собой, высокая, худая, лицо как у лошади, большие глаза, большой нос, род до ушей, ушки, вершка полтора, голос грубый, басистый. По-русски говорила плохо, но зато по-французски говорила, как природная францужина. Но, честно говоря, в это не поверишь, когда смотришь на картину Кипренского. Может быть, из-за того, что она была написана, когда ей было лишь 33 года. Екатерина Петровна скончалась в глубокой старости, окруженная французскими аббатами. Но, говоря все-таки о Анне Степановне Протасовой, так вот она получила от императрицы богатейший портрет и звание Камера Фрейлиной. Это старшее придворное звание для девицы. Екатерина в шутку прозвала ее Королевой за гордую величинную осанку, а себя называла осенним гонителем мух Королевой. Но относилась к ней почти подружески. Подоставила она своим посещением и дом Протасовой на набережной по случаю одного из них. Державин даже написал положенному языку кантату, где воспевал щедрот источник росов радости, так говорилось. Но смерть Екатерины II была сильнейшим, конечно, ударом для Протасовой. Она в течение 36 часов стояла на полу ее ног, когда Екатерина была в агонии. После смерти Екатерины последующие монархи тоже благоволили к Анне Степановне. Павел пожал ее тысячу душ, наградил орденом Святой Екатерины, а Александр в день своей коронации возвел ее вместе незамужними племянницами и племянникам в градское достоинство. В 1805 году Протасова продает дом вице-адмирала Павла Васильевича Чичагову. Очень интересная личность. Сын известного адмирала, героя русско-шведской войны. Он с юных лет посвятился морской службе. Вместе с отцом участвовал в военных действиях против шведов. Он учился в Англии, где обручился дочерью капитана Проби. В 1799 году подал императору Павлу прошение об увольнении с целью поездки в Англию для женей. Но нашлись люди, которые сказали, что не просто такой он едет в Англию. Видимо шпион какой-то. И в прошении было отказано. И резолюция Павла гласила так. В России настолько достаточно девиц, что нет необходимости искать их в Англии. Пишут, что после личного свидания с царем, для того, чтобы каким-то образом изменить это решение, Чичагова посадили Петропавловск в крепость. Но правда несколько месяцев спустя Павел приказал его освободить и произвел в контр-адмираловую карьеру. Доверил командованию эскадры и разрешил жениться на своей избраннице. Павел уходит. С воцарением Александра I положение Чичагова изменилось. В 1802 году он получает должность члена комитета по образованию флота и назначается личным докладчиком императора по делам этого комитета. Производится вице-адмиралой и вскоре занимает пост товарища министра морских сил. Серьезный должен. Вот так пишет о Чичагове граф Федор Петрович Толстой, будущий вице-президент Академии художеств. Павел Васильевич Чичагов был человеком весело умным, образованным. Был удивительно свободен, прост в обращении в разговоры с государем и царской фамилией. Зная свое преимущество над знатными придворными льстецами, как по наукам, образованию, так и по прямоте и твердости характера, Чичагов обращался с ними с большим невниманием, даже с пренебрежением. И естественно был, в общем, ненавидим почти всем придворным миром, всей высокомерной знатью. Со своими же подчиненными, спросителями, Чичагов обращался весьма приветливо и выслушивал просьбы последних с большим терпением. Так пишет граф Федор Петрович Толстой, вице-президент Академии художеств. Чичагов в 1807 году получает чин адмирала, звание министра морских сил и тут же приступает к активной работе по порядочению дел в своем министерстве. Сокращает, насколько было возможно, количество хищений, злоупотреблений, увеличивает флот, строит новые эринги, следит за развитием техники, вводит усовершенствование в морскую тактику. Но постоянно входит в столкновение со своими коллегами и, наконец, это приводит его к необходимости взять отпуск для поездки за границу. В том же году адмирал расстается с домом на набережной, владельцем которого становится Давыдов, действительный коммергер-кавалер Давыдов. Петр Шривович Давыдов был сыном графини Екатерины Николаевны Самойловой, племянницы Потемкина, по первому мужу Раевской. Ну и, в общем, приходился единоуптронным братом генералу Раевскому и родным декабристу Давыдову, троих детей которого он взял себе на воспитание. Петр Любович женится на дочери графа Владимира Героевича Орлова, младшего из братьев Орловых. По имени Екатерины Николаевны Давыдовой, Каменки, неоднократно, кстати, бывал Пушкиным, и, наверное, он был знаком с самим Петровым Любовичем, его женой и детьми. В 1804 году дом на набережной переходит к обершталмейстеру. Ну, а обершталмейстер – это старинный русский чин, чин 2-го класса, введенный в 1726 году. Он возглавляет придворные императорские конюшни, ну и, в общем, относившиеся к ним хозяйством. Так написано в Википедии. Князю Василию Васильевичу Долгорукову-младшего. Кстати, в доме Долгорукова провели самые счастливые свои годы будущие декабристы братья Беляевой. С особой теплотой они отзываются жене князя Варвары Сергеевне. Это была истинно идеальная женщина, сколько она делала добра, содержа столь многих бедных своими пенсиями. Это потому мне хорошо известно, что она мне поручала писать и переписывать в списке тех, кому она постоянно помогала. Пишет один из Беляевых, что касается своих детей, супруги были несчастливы. Их сын Долгоруков страдал умопомешательством, умер в молодых годах. Дочь Марии, бывшая замужем за Нарышкиным, лечилась от той же болезни в Париже. Ну а сестра Варвара, вышедшая из-за князя Долгорукова, была вне себя от горы из-за несчастья, постигшей семью. Мария Нарышкина, рано овдовевшего, унаследовала от родителей дом на набережной. Владимиру и Варваре Долгоруковым достался филидик, выходящий на Шпалерную. Вот как пишет Головин, хорошо знавший Долгоруковых. Не могу не вспомнить гостеприимную фигуру князя Владимира Андреевича Долгорукова и его артистический пар. В годы, предшествовавшие его назначению московским генерал-губернатором, он принимал в своем доме на Шпалерной, передняя часть которого выходила на него, даже государя давал баллы в своем небольшом доме. Князь занял должность в 1856 году, пробыл на этом посту 35 лет, почти до самой смерти, заслужив искреннюю любовь и уважение москвичей. Кстати, в период русско-турецкой войны собрал полтора миллиона рублей для нужд Красного Креста и более двух миллионов на организацию добровольного флота. Его старанием был устроен большой госпиталь. К 1871 году дом перешел к зятю Долгорукова Ваейкову, долгое время служившего в императорской свете. Впоследствии Николай Васильевич Ваейков занимал должность помощника командующего главной квартирой, был генералом от кавалири и обер-камергером. Последние годы жизни прошли печально. Потерял зрение, никуда не уезжал, но ищали его только бывшие сослуживцы. Ушел в религию, часто посещал домовую церковь, умер в 1898 году в Париже. Ну и последним владельцем этого дома был тайный советник Георгий Михайлович Петров, почетный опекун и попечитель Сиротского института и убежища на Малой Охте. Ну вот, собственно говоря, кратенько и все о доме и людях, которые здесь жили по адресу набережной Кутузова, 8. Я пользовался прекрасной книгой Иванова «Дома и люди», сайтом сети Волос, ну и различными другими изданиями, которые я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет, до скорых встреч, до свидания. Узнали мы, кто жил на набережной Кутузова, дом 8. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»